всем доброго дня я в обед приехал вот пользуюсь моментом пока мне там кое-что греется отвечу еще на один вопрос который мне задали видов видов и фейсбук или других соцсетях уже на лет что такое помогайка что такое помогайка помогайка это ярдом че по-турецки то есть человек который помогает вам выбирать квартиру где-то показать район в общем такой помощь это не риэлтор риэлтор это лицо которое имеет лицензию который осуществляет прямо идет с вами купли-продажи оформление документов риэлтор я это ярдом че или помогайка никакого они обычно могут работать на пару на пару могут работать ну большинство таких помогает наших русскоязычных это работающие люди нелегально имея не гражданство ничего вот я буквально недавно был свидетелем одной картины такой я приезжал к своим друзьям в агентстве недвижимости посидел просто там пока чай пил и там одна девушка захотела славянка славянской внешности но может украина может белоруссии может из молдавии может россии но чисто на русском она озвучивала сумму своим будущему клиенту на русском языке когда не надо вот и озвучила когда сумму которую потенциальный и клиент должен платить я для меня был шоком 3000 долларов она озвучивала что у нее есть бербанковской карты турецкие карты и номера называла все все для меня это вот когда я это слышал для меня это было шоком и когда она закончила разговор мне просто интересно было любопытство взяло вот с ней поговорить но чтобы ее не спугнуть я с ней заговорил на турецком она кстати говорю на турецком отлично я это могу столько так это но я сказал что иранец короче не ставлю это ягая иранец я говоря не так уж хорошо знает и здесь работает она года дают самые от них разговорился я говорю я немного я говорю русский знаю немного я говорю давно здесь работает она откровенно она говорит я два года здесь только два года я говорю молодец я говорю самое ну так это самое вот так вот нетやって о поддержке от обычного она же код обычно так иностранцы которые или квартиру купил или арендовал я говорю а вдруг сдадут вас она говорит а как сдадут то меня сдавать как невозможно потому что говорят они на карточку мою перед приездом сюда зачитает как это это готов все наши так делают не пойман него а то что горно маяка . кто мне хочу скажет это радио проблем ягод может я готов взяла вот эти я посмотрели сумма то ягра зачем мне мелочиться я не собираюсь за мелочи бегать есть деньги пусть покупает квартиру а че мои услуги я говорю 3000 долларов это я еще дешево сказала у меня по цеху есть такие коллеги которые 5 ставят а я еще дешевле ставлю и вот она вот по разговорились туда-сюда короче я гурай молодец все такое зачем человек пугать нашим из по-русски начали да не сразу наверно стучат решил птичку надо пугать пускай живет я нет которые ходили на столе бензин относили это чек вот и когда она вышла на шикарная машина короче шикарная машина пижо черного цвета такой села и уехала их а потом разговаривала ну мало данного донетка она проводит как клиенту это как мы оформляем это как она с ними хочу гать или не нашим играть не не влезаем там один говорит я говорю круто живет да недавно она пешком ходила даже это не было ничего не велосипед даже не было вот понимаете так что работает головой молодая девушка ей где-то на лет 25 от силы а умнее нас вот то что она сказала мудро вот я вот я даже до этого иногда не могу вот сама она сказала если нет денег пускай не едут покупать никто и горна сильно сюда не тащит я озвучил я чего им должна бесплатно что ли бегать говорит время свое тратить вот так вот я горна один маникюр отдаю косметику чтобы почти год ищили что такое год и три тысячи долларов вот так вот поэтому помогать и здесь есть ярдом че у турков тоже есть ярдом че даже везде вы пойдете вот например в автосалон и пойдете дождик осмотр будут проходить ярдом через который помогает вам какие-то там это идти там ярдом че это просто как бы помощник помощник помогает вам какие-то дела где-то как-то побегают показать это оформлять это вот вот так вот вот это и называется помогайка здесь понимаете и порой помогайки очень много помогает которые нелегально работал сейчас очень имеет хорошие деньги богатые шикарных машинах ездить вот вполне даже это и она мне сказал вот эта девушка есть за дешево отработать себя не ценить а за бесплатно говорит пускай ищут дурака где-то другом месте я говорю ну вы вперед до того надо получать деньги после шиш с маслом они вам дадут вот такие вот дела дорогие мои всех вам благ пока